Привет всем, это Настя, добро пожаловать на мой канал о жизни и учебе в Германии и добро пожаловать в мое общежитие. Если вы на меня давно подписаны, вы знаете, что год назад я уже снимала обзор на свою общагу, вы можете посмотреть его вот здесь и еще в описании я добавила ссылочку, но давайте сначала посмотрите это видео. Я решила его снять, потому что прошел уже год, практически буквально ровно год, с того момента, как я снимала тот рум-тур, и с момента того рум-тура много чего изменилось в этом общежитии. Естественно, моя комната сильно изменилась, и я хочу вам об этом сегодня и рассказать. Саму комнату мы посмотрим во второй половине видео, для начала я вам расскажу немножко об этом общежитии, в котором я живу. Это частное общежитие, и я уже говорила в прошлом видео, что оно мне обходится в 474 евро в месяц, а о том, как выросла цена на новый год, я расскажу в конце видео, поэтому досмотрите до конца. И моя комната это 25 квадратных метров. Конечно, это не обычная общага, это частная общага, поэтому это можно назвать квартирой, квартирой студии, потому что у меня есть моя кухня и моя ванная, которую я вам чуть попозже покажу. Это гораздо более оборудованная комната, чем можно ожидать в обычном общежитии, когда вы получаете общежитие от университета или от какого-то студенческого общества. И это общежитие расположено в городе Ингольштадт, где я учусь, и называется оно Униапарт. Оно есть не только в Ингольштадте, во-первых, в Ингольштадте есть несколько этих общежитий, а во-вторых, оно есть еще в других городах по Баварии, вроде как в других регионах Германии тоже есть, поэтому можете поискать в том регионе, который вас интересует. Чем еще хороша эта общага, помимо того, что это большая комната, квартира, можно сказать, это то, что в принципе само здание хорошо оборудовано. У нас есть велопарковка, у нас есть собственный двор, в котором можно в принципе тоже проводить время, там даже есть лавочки и столик, где можно сидеть и делать барбекю, и как бы спокойно использовать эту территорию для своих нужд. У нас есть спортзал, что вообще просто потрясающе, хоть он и небольшой, и не очень сильно там супер фэнси оборудованный, но он бесплатный для жильцов, то есть для нас, и можно спокойно ходить в спортзал хоть по ночам. У нас есть большая лаунж-комната, даже две комнаты, разделенных перегородкой, которые можно арендовать и устраивать там вечеринки, что мои соседи очень часто делают, из-за чего я очень часто страдаю, потому что мои окна выходят на ту же сторону, когда выходят окна из этой лаунж-зоны. У нас есть подвал для хранения вещей, которыми я не пользуюсь и не буду пользоваться, потому что оттуда вроде как даже воруют вещи, вот, хотя ты сюда вешаешь свой замок, но как бы не знаю, какие замки там они вешают, но такие истории я слышала. У нас есть подвал для велосипедов, где можно составлять свои велосипеды, если вы уезжаете надолго, например, не хотите парковать его на парковке, или, например, на зиму его туда сносить, чтобы снег и дождь его не портил, и у нас есть своя собственная прачечная. Тоже одно у вас с прошлого года, она подорожала, теперь она стоит 2,50 вместо 2 евро, цены растут на все, вот, но есть своя прачечная, которую можно использовать, спокойно стирать свое белье в этих старальных машинах, если они не заняты, конечно. Ну, в принципе, прачечные есть и в обычных общежитиях, не только в частных, но, как бы, здесь она тоже есть, и это хорошо. Ну, а теперь давайте уже пройдемся по моей комнате, я вам покажу, что у меня тут есть, как она оборудована и что у меня есть из вещей здесь для комфортной жизни. Ну, начну я с того, что у меня здесь есть балкон, и это очень классно, но он у меня выходит на проезжую часть, и там очень шумно, и, например, сидеть там учиться или читать сложновато, но иногда я это делаю. У меня там есть небольшая зона, она сейчас грязная, потому что я ее после лета уже, если честно, не мыла, не дошли у меня до этого руки, поэтому я вам быстренько сейчас его покажу. Вот такой вид у меня из окна. И тут небольшая зона, где можно сидеть, заниматься. Тут мои мертвые растения стоят, которые не пережили время, когда у меня здесь не было 3 недели. Возвращаемся обратно в квартиру. Тут у меня есть несколько зон. Вот эта зона, это мое рабочее место, здесь рабочий стол, у меня есть моя типа спальня, у меня есть небольшой диванчик, сейчас я все отдельно покажу, и там находится моя кухня с вот такой вот перегородкой типа стеной. Сейчас покажу каждую зону отдельно. Итак, первая, это моя рабочая зона. Тут у нас находится рабочий стол мой, огромный большой стол, который был в этом общежитии сразу в комплекте. Это очень удобно. Лампа, которая тоже была в комплекте. И вот такая вот этажерка, полочка со всякими вещами, которую я туда складирую. Если вы смотрели мое прошлое видео, то вы точно заметили, что вещей стало гораздо больше, но все-таки год прошел, плюс появились растения, и это, конечно, я обожаю просто комнатные растения. В прошлом году я сильно переживала, хватит ли этой батареи на всю эту квартиру, потому что это единственная батарея здесь, но хватило. И что сейчас поразительно, то что до сих пор я ее не включила. Но у нас, в принципе, пока что тепло на улице, поэтому батарея мне пока что, в принципе, и не нужна. Дальше это такой небольшой диванчик, который я, в принципе, редко использую, так как до гости приходят. И вот это огромный шкаф, куда складывается все, что у меня есть. Тут у меня тоже появилось гораздо больше вещей. У меня появились книги, картина, которую нарисовала моя очень талантливая подруга. Надеюсь, видно, тут сильно отсвечивает. Моя коллекция открыток пополняется. Я всегда, если в каком-то новом городе, я смотрю, есть ли там открытки вот такого типа, как Polaroid, я их собираю, и вот такие открытки, которые типа как нарисованные. А потом когда-нибудь, когда я буду богатой и взрослой, я в своей квартире сделаю себе стену с рамочками, и она будет как картина у меня, зато с памятью. Это мой огромный шкаф, на котором появилось еще больше фотографий, чем было в прошлом году. Я пополняю постоянно это, эти фотографии с собой с квартиры в квартиру перевожу в свою жизнь. Большая кровать, что тоже очень большое преимущество этой квартиры, потому что очень часто в общежитиях, в обычных студенческих, там стоят односпальные кровати, и это не очень удобно, когда тебе прижают гости. И все-таки гораздо лучше иметь большую кровать, поэтому мне очень нравится, что в этом общежитии была именно большая кровать, это тоже одно из больших преимуществ этой конкретной комнаты. Ну и тут у нас между нашей спальней и кухней есть такая перегородка, на которую, кстати, тоже удобно вставить всякие чашки и все остальное. Вот, ее тоже можно использовать, у меня там всегда цветочек стоит. И на ней есть выключатели. Это тоже очень классно, потому что свет в комнате можно регулировать полностью с этих выключателей. Это свет в коридоре, то есть не надо никуда вставать, чтобы выключать свет, и есть розетка возле кровати, чтобы заряжать там все свои устройства. Вот у меня тут стоит беспроводная зарядка. И в прошлом видео, когда я только переехала, я тоже переживала по поводу того, что в этой комнате очень было темно. Я думала, потому что на потолке, как вы видите, нет никакого света, есть только пожарная сигнализация. Вот, есть только вот этот свет на стене здесь, и вот тут на стене вот здесь. Вот, я переживала, что этого света будет мало, и было, правда, очень темно, но потом я додумалась поменять лампочки на более мощные, и я поставила туда хорошие лампочки. Я не покупала отдельный, да какой-то дополнительный свет, я только сняла вот этот плафон, чтобы больше она освещала, потому что это, в принципе, тоже весь свет, который уходит и на кухню. Ну, а теперь давайте я вам, собственно, кухню свою покажу, что у меня здесь есть. Вот такая-то кухня, она небольшая, для одного человека достаточно вдвоем тесновато, если честно. Вот, что здесь есть? Здесь есть вытяжка, которая без трубы, которая просто вытягивает воздух, фильтрует. В его не супер сильно она работает, но я ее еще использую как светильник здесь, потому что здесь, кроме вот этого света, который я показала, ничего нет. Плита у меня старая в некоторых комнатах, я знаю, что здесь стоят индукционные новые плиты, мне не повезло, у меня стоит старая металлическая плита. Есть духовка. Духовка это очень хорошее дело, потому что я обожаю готовить в духовке, она очень хорошо работает, и я обожаю то, что здесь есть своя духовка. Опять же, чего не всегда есть в каких-то других общагах. Бывает такое, что, может быть, какая-то, например, варочная панель есть в комнате, а вот для духовки надо выходить на общую кухню, где, в принципе, ей пользуются все, и она может быть грязная, как минимум. Вот, чайник это мой, кофеварка тоже моя, я ее еще в прошлом видео показывала. Раковина, тут вот стоит, сушится баночка от тунца, которую нужно сдать переработку, а перед этим нужно ее помыть. Мои приборы, здесь у меня тоже гораздо больше всего по сравнению с прошлым видео, потому что здесь появилась куча специй, чаев, кофе, в общем, все, что хочешь. Здесь у меня хранится посуда, которой тоже стало больше, учитывая все формы для выпечки, кастрюли и все остальное. Вот это, это холодильник, он небольшой. Опять же, на одного человека его хватает вполне, для двоих было бы, конечно, тесно, но эта комната рассчитана на одного человека. Здесь находится мусорка и, короче, мусорка, как обычно, под раковиной, как у всех, находится мусорка. И иногда из-за того, что здесь достаточно маленькое пространство для работы, плюс у меня еще здесь стоит чайник и кофемашина, я иногда готовлю на кухонном столе, но, в принципе, это не такая уж и большая проблема. Ну, а вот это, это обеденная зона, стол, где я кушаю. И если помните прошлое видео, если смотрели, то эти стулья раньше стояли по-другому. Здесь, получается, стоял стул, потом стол, а потом второй стул, там вот в углу. Но я переставила так, чтобы здесь было больше места. Ну, а теперь я вам покажу свой коридор. Коридор. Супер маленькая прихожая. Итак, тут есть вот такой вот шкаф, типа комод, куда очень тоже много всего помещается. Здесь у меня находится мой склад сумок. И сюда я складываю все, все, что не вылазит в другие места. Обувь, картошка, масло и туалетная бумага, например, все моющие средства и все такое. Все сюда прекрасно помещается. Тут у меня находится зеркало, которое я очень хотела себе купить. И мне было очень тяжело без зеркала. Теперь оно у меня есть. Оно небольшое, узенькое. И поэтому мне пришлось его поставить на пивной ящик, чтобы оно было повыше и можно было видеть себя в полный рост. Здесь же находится вешалка. Вся моя обувь. Пылесос, который мы с соседкой купили напополам. И вот это моя входная дверь. Тут вот есть такой вот домофон. Когда мне звонят в дверь, то я могу ответить и открыть дверь входную, которая в само общежитие находится. И вот эта вот вещь, которая заводит электричество в комнате. То есть это ключ, который нужно сюда вот так вставить, повернуть. И тогда появится электричество в комнате. Если я достаю ключ, то через полчаса электричество пропадает. Это как бы типа для экономии энергии сделано и для безопасности. Ну и самое последнее. Напоследок мы с вами быстренько посмотрим в ванную, которая находится вот здесь. В ванную, когда включаешь свет, там сразу заводится вытяжка, которая шумит. И которую нельзя никак отключить. Но это и хорошо. Тут вот есть зеркало, раковина. Вот там находится душ за шторкой, туалет. И вот тут полочка для всех принадлежностей. И вообще там вот тут должна быть еще одна стеклянная полка. Но ее нет, видимо она разбилась. Мне не повезло, поэтому у меня только две полки. И на которой миллиард стоит моих баночек. Если вы видели мое прошлое видео, то заметили, что их стало в 10 тысяч раз больше примерно. Ну и если интересно, то здесь просто душ. И можно его сюда поставить, чтобы это был душ зафиксированный, а не просто ручной душ. Вот такая у меня здесь квартира. Я вам обещала сказать, сколько я за нее плачу. Я плачу за нее сейчас 484 евро. То есть ее подняли всего на 10 евро, что очень хорошо. Это не так много, как могло бы быть. Но мне что-то кажется, что они еще подумают и скорее всего поднимут еще. Потому что цены сейчас на все растут и на аренду в других общежитиях. И у ребят, которые снимают просто квартиры, выросла достаточно ощутимо. И это при учете, что здесь все all inclusive. Потому что это общежитие. Я не плачу ни за какие коммунальные. Плохой интернет тоже included. В общем, ну зато хоть какой-то интернет есть, я не плачу за него самостоятельно. Иногда, конечно, немножко с ним страдаю. Так что надеюсь, что вам было интересно прогуляться со мной по моему временному дому. Прогуляться по этим 25 квадратным метрам по этому общежитию. И ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать следующие видео. И совсем скоро в этих самых следующих видео мы с вами и увидимся. Всем пока!